Матч года. Так говорят о встрече Ивановского текстильщика с клубом Футбольной национальной лиги под московными химками. Игра состоялась 22 августа в рамках 1-32 финала Кубка России и вызвала большой ажиотаж в городе. На трибунах было около 7 тысяч зрителей. Уже 23 года в Иваново не приезжал клуб из элиты российского футбола. Но, к сожалению, наши футболисты не реализовали возможность вернуть в город Премьер-лигу. Начало встречи не получилось у хозяев. Несмотря на то, что ивановцы создали ряд неплохих моментов, забивать в первом тайме удавалось только химчанам. Однако в начале второго тайма Александр Алексеев отквитал один мяч. Удавайте кто! Александр Алексеев! Счет 2-1 сразу после перерыва. На второй минуте. А еще через 5 минут оформил дубль. И здесь. Фенальти! Болельщики все на взводе. Поднялись они со своих мест. Поддерживают они Александра Алексеева. Удавал! Александр Алексеев делает дубль и сравнивает счет в этой встрече. До конца поединка на поле шла равная игра. Болельщики готовились к дополнительному времени. Но уже в компенсированное время Игорь Портнягин принес химкам путевку в 1-16 финала. Встреча завершилась со счетом 2-3. Несмотря на хорошую игру, подопечные Дениса Бояренцева закончили борьбу за трофей. Теперь команда сосредоточится на играх первенства. 3-го сентября красно-черные примут дома московский «Велес». Мы сейчас пропускаем игру в чемпионате. У нас большой перерыв, сейчас пауза. Поэтому ребят получат 3 выходных. И я думаю, они хорошо отдохнут в эти выходные. Немножко перегрузятся после поражения. И начнем уже с 26-го числа готовиться к домашней игре к «Велесу». Поэтому я думаю, у них есть достаточно времени и восстановиться, и психологически, и физически. А у нас, у тренерского штаба, есть достаточно времени подумать, проанализировать и спланировать подготовку к настоящей игре. Стоит отметить, что этот матч стал заключительным для пресс-аташи-текстильщика Артема Садовникова, который переходит на новое место работы, не связанное с футболом.